Ещё очень интересный вопрос поступил. Есть ли какие-то фазы, через которые проходит ученик данного ремесла? Есть фазы, через которые проходит человек, как биологическое существо, изучая чего-то новое. И неважно, наше ремесло, любое ремесло, любую новую какую-то науку или что-то новое для себя, к чему он ещё не привык, ему нужно перестроиться. Конечно же, эти фазы есть. Первая фаза. Я могу рассказать, наблюдая за собой, потому что я, наверное, наблюдая за собой всю свою жизнь, очень много почерпала из своего личного жизненного опыта и заметила, что на самом-то деле мы все через это проходим, только немножко по-разному. Но вообще корень и суть очень схожа. Так вот, я расскажу о себе. Когда психологические типы есть разные, конечно же, кто-то более спокойный, кто-то более активный, кто-то более сильно загорается и движется куда-то вперёд и завершает, кто-то загорается и вам, может быть, сложно завершить. То есть очень много разных вариаций. Но в общем и целом примерно это так происходит. Допустим, вы нашли то, что вам нравится, вы хотите это изучить. И если это будет ваша будущая профессия или уже ваша будущая профессия, то, скорее всего, вам будет проще с этим справиться. Чаще мы находим какие-то хобби, которые в жизни нам, по сути, не будут приносить какой-то доход. То есть мы от них независимы. То есть если это хобби, то, скорее всего, мы должны настолько быть увлечены этим, чтобы это потом продлилось всю жизнь, если это не наша профессия. Такое бывает достаточно редко. Ну, бывает. Но если это ваша профессия, и вы уже, развиваясь в вашей профессии, изучаете какое-то новое направление, допустим, переходите от визуального к техничному, и вам необходимо наработать моторику тела и пройти через процесс развития, то вначале вы почувствуете эйфорию, да, то вы увидите человека, который умеет делать так, как вы хотите, вы почувствуете эйфорию, вам захочется это делать, вы ринетесь это делать, начнете это делать усиленно, часто, постоянно, и в какой-то момент, в какой-то момент вам покажется, что вы не сдвигаетесь с места. То есть вначале информация хлынет на вас такой волной, она вас возбудит, поднимет на гребень, вы почувствуете, да, это то, что мне нужно, но потом, когда эмоциональный ваш спад начнется, вы начнете как бы немножко успокаиваться, вы поймете, что вам нужно, оказывается, очень много перелопатить и переработать, и вам необходимо регулярно, стабильно, постоянно что-то делать. Вот в этот момент происходит такое ощущение негодования и такого разочарования. О, оказывается, это не так легко, как я думала. В этот момент, если вы действительно горите этим делом, вы переборете себя, перейдете и, опять же, включив свой интеллект, продумаете, как мне спланировать свое развитие так, чтобы я не перегорел, и чтобы я прошел этот путь длиной в год или в пять лет, обычно на ремесло столько уходит, на наше ремесло примерно столько уходит, за год вы осваиваете фундаментальные формы техники, то есть моторику нарабатываете, через год вы уже более-менее в этом разбираетесь, вы начинаете уже пробовать комбинирование, комбинируете формы между собой, делаете ошибки, учитесь на этих ошибках, там дальше развиваясь уже третий год пошел, вы начинаете более уверенно плавать в этом и разбираться, и очень хорошо понимать комбинирование между собой. Четвертый-пятый год вы уже начинаете чувствовать максимальную уверенность, чувствуете, что вам практически уже не нужен тренер, и вы можете самостоятельно принимать решения. Вот где-то через пять лет у человека возникает мысль, что все, мне нечего больше брать от тренера, я готов дальше идти и быть самостоятельной личностью. Так вот, самый сложный период – это как раз год, вот этот год. И во время этого года нужно выдержать вот эту стабильную регулярную практику, чтобы не делать длительные промежутки без тренера и без занятий, без наблюдения. Если эти промежутки будут появляться, то, к сожалению, вы будете не удовлетворены процессом, не удовлетворены результатом, который у вас появляется, и вы видите его, и это не то, что вы хотели бы, рост не будет такой быстрый, и, скорее всего, вы можете бросить. Вот это обидно. Это обидно, особенно если вы уже достаточно много вложились в развитие своё, и там недельные тренинги проходили, и понимаете, что результата почти нет. Поэтому я всегда советую вот этот год всё-таки, если вы решили до конца уже для себя решили, что да, это тот путь, к которому я хочу пойти, идите на тренинг-мастерс, и за год тренер вас протащит через вот эти сложные психологические моменты и этапы, и вы выйдете вот в этот вот второй год, где вы уже более-менее будете чувствовать свою уверенность, будете видеть результат в формах, и будет уже сложнее бросить. Вот, наверное, и всё. Самые такие вот, самые такие опасные ловушки, я их сейчас обозначила, поэтому не попадайтесь в них, и если есть какие-то вопросы, конкретно личные вопросы в вашем развитии, если вы идёте этим путём, не бойтесь, задавайте конкретные вопросы, я буду на них отвечать с удовольствием. Всего доброго!